На выходных в Доме культуры и ругатив для нарвитян состоялось шоу юмористической команды «Вечерний Таллин». На сцене ДК были представлены пародии на высших руководителей республики и политических деятелей. Инициатором проведения шоу юмористической команды «Вечерний Таллин» выступило Нарвское городское собрание. Как в Эстонии попасть в пятерку богатейших стран? Чтобы было много денег, надо продать что-нибудь ненужное. Ну ты смешной. Чтобы сначала продать что-нибудь ненужное, надо украсть что-нибудь ненужное. Ха, я вашу сумку продать. А у меня есть идея. Отдавайте людей продавать, а? У меня их в морду. Вот так, 18 тысяч. Георгий Васильевич, вас расстраиваться не хочет. Ну, понимаете, крепостное право отменили. Серьезно? Отменили? Прошка! Прошка, собирайся в город поедешь, ты свободен. Время. Кто будет отвечать? Отвечаю, да, ну, знаете. А почему это я? Ну, так ты ж седьмой год премьер-министр. Вот давай за все и отвечай. Что бы попасть в пятерку богатейших стран? Господин Антик, мы знаем этот ваш ответ. И он неправильный. Господин Ильюс. Да, господин Ильюс. Господин Быстров. Че? Так, скажите, что у вас двоих объединяет в этой команде, кроме плохого знания эстонского языка? Отейбл. Волчок. Господин Ильюс. Да, господин ведущий. Следующий вопрос специально для вас. Внимание на экран. Вопрос снят с телезрителем. Скажи мне, американец. В чем сила? Время. Собирайся, наверное, кто в СИП уйдет. Ты последний, тебе отвечай. У вас досрочный ответ. Ну, кто тут? Эй, спират. Все раз с того, Легрика, как мы... Господин Ильюс. Продолжение этой речи мы знаем. Че становится 2-0. Господин ведущий. Да, господин Ильюс? У меня вопрос. А почему в нашей команде нету никого из этих социал-демократов? А Синовского же приглашали. А Евгения? Как бы вам так сказать? Он наказан. Его папа не пустил. Безработный Рихо Ти-Нани, который живет в Дублине, теперь уже в Дублине, спрашивает, какой ему смысл возвращаться в Эстонию? Назовите хотя бы одну причину. Ну, я вам так скажу. Пусть возвращается обязательно. Спорталек президентом станет. Это я вам говорю. Работа не пыльная, деньги капают, бабочка, опять же, стильненькая. Нет, ну правильно. Конечно, нужно возвращаться в Эстонию, потому что только здесь, в Эстонии, можно отлично устроиться на работу в Хельсинки. А я вам так скажу. Мы вот в Марту не находим ни единого повода, чтобы вернуться в Эстонию. Сиди себе там и не петюкли. А я скажу так. Мы, Центристы, в Таллинской гору праве работаем день и ночь, не покладая рук, чтобы никто, слышишь, никто никуда не уезжал. Вот я и смотрю, что по Таллинским дорогам далеко и не уедешь. Я скажу вам так. Пусть этот рихо не возвращается. Нет, ну а что? Серьезно. Он вернется, значит, к нам. Расскажет, как там, хорошо. Так оставшиеся цвали. Вариант? Вариант? Господи ведущие, это вариант. Господа политики, это не вариант. Счет 4-0. Пятый раунд. Через минуту вы должны ответить, о чем книга Андруса Киверянка «Какашка и весна». Господин Быстров, у вас досрочный ответ? Нет. Вот такой вопрос. Молодец. И все-таки, ваш ответ. Если серьезно, Антик ушел, да? То я скажу то, что думаю. Книга «Какашка и весна» это политический триллер про события в апреле 2007. Вот так вот. И это правильный ответ. И по итогам игры Эдгар Савистор получает плюс-старный асфальтоупладчик. Кристина Оилов получает базу данных пенсионеров Вильенти и Вырума. Удача на выборах, Кристина. Томас Хендрик Ильвес получает смс от жены. Где-то шляешься, я всего не обзвонила и не домой ужин встынем. Андрус Антик получает по заслугам. Георгий Васильевич Быстров мог бы сегодня стать магистром игры. Но до начала нужно бы получить звание бакалавра, а по уму и среднюю школу закончить неплохо бы. Внимание! Лучшим игроком сегодняшней игры становится Илья Савистор Томас. Она блестяще продемонстрировала лучшее качество современного политика. Вовремя слиться! Мерзли, твой вечер опять одинок. Праздник найди скорее. К нам заходи, ты на огонёк. Вместе всегда веселей. К чёрту заботы Какой от Депрот Узнаем в деталях ты. Как же живёт наш родной городок Вечерний Талин. Пусть смешней, чем в тыно, Тут смешно, пачки да кори. Это точно. Встретишь немало знакомых у нас, Ты новых найдёшь друзей. Если ты вдруг заскучал Илья Савистор Томас. А измечаю, как Вечерний Томас. Вечерний Томас. Все туман, за хлебом ездили. А чё так далеко-то? Ну, сам понимаешь, Работа у меня такая. Делать особо нечего. Ну вот мы и решили Смотаться, так сказать, Проведриться. Ясно. А где Эмилин? Эмилин? Там нас занят. За автобусом. На лыжах едет. Эмилин, привет! Привет! Слушай, чё-то как-то жарко стало. Кто печку включил? Это мы с Эмилин. Понимаешь, мы с утра стирку затеяли. Ну, там так, по мелочи. Носки, майки, пабочки. Это ж всё сушить надо как-то, да? А сам знаешь, какие сейчас счета за отопление. Ого-го! Ой, не говори. Мне тут вчера сон приснился. Да? Значит, сижу я в котле. А вокруг черти, не народ. Познаятно дрожишки подкрасывают и подбрасывают. Тут, смотрю, мужик идёт какой-то. Пригляделся, а это почтальон. Счёт за истинергию приносит. Ну, чему бы я, скажи мне. Я думаю, не в добру тоси. Уж, смотри, бабушка стоит, голосует. Подберём, а? Да чё он там стоит? Голосует. Рано ещё? Бабушка, рано ещё голосовать! Через год приходи! Следующая остановка – Нарва. А, собственно говоря, чему тут надо ставить? Ну, как бы вообще? Сталючина забрать? Ну, соляркой заправить? Ты в какой раз вообще в Нарве? Было вообще здесь раньше? Я? Да. Встать! Я же в Нарве первый раз. Да? Надо срочно на фестбуке от месяца. Так, я в Нарве. Классная площадь. О, смотри, Андрюс, тебе уже пишут. Ты где? Я тебя, пазло, найду. И пятнадцать лайков. Шестнадцать! О, господин Смарнули! А вот, господин Смарнули! Здравствуйте. А я только что с границы. Вот, ведро солярки забыл. Молодец. Только надо будет в Марту заскочить. Мне после того надо две пачки сигарет передать. Ну, как обычно. Господин Аликса. А вы что здесь делаете? Ну, что я здесь делаю? Вы знаете, сколько в Нарве русских школ? А? Нет? Так вот, много. Их все надо закрыть. Работаем выше крыши, не могу. Крапик горит. Уважаемые пассажиры, мы прибыли в Марту. Эй, что за... Господин Быстров, не надо баловаться с валидатором, пожалуйста. С чем? С валидатором? Я-то думаю, что это за... Я думал, это интернет-голосование голосовать. Кстати, надо через центральный рынок проехать. Две пачки сигарет загнать надо. Как обычно. А я вообще считаю, что бесплатный общественный транспорт – это просто фигня. Хотя, если бы ее Таллисар не придумал, то, конечно, может быть вещь-то интересная. Вчера Сталинухин просочковал везде на заседании. Целый день на автобусе прокатался. И вообще, я считаю, надо кончать уже с эксцентристской оккупацией в Таллине и Набре. О, а купаться можно у нас в Барбузском озере. Да. Анси, а вы... Скажите, когда мы выйдем из кризиса, а? А что вы у меня-то спрашиваете? Я что, рыжий, что ли? Вот, у Яны Том спросите. Уважаемые пассажиры, мы езжаем в Таллин. О, Эдгар Сайсер, здравствуйте, здравствуйте. Я готов. Здравствуйте. Поуступите нами место, что ли? Какое-то, кстати. Вы еще личные квоты на это место не получили. Да вы что? Яна, у вас что там, газета «Город»? О, нормально, пойдет, рыбу будет во что завернуть. Что? А что мы стоим-то, что не едем? Да вон, бабушка дорогу переходит. Что, не видите? А вы что говорите? Да давайте я в эту помогную дорогу прийти, ну. Господин Абексу, вы уже русским школам так помогли, пусть бабушка хоть поживет, да? Так, господа, а как будем добираться? По прямой или, может, на безумие поедем? Я предлагаю поместить голосование. Кстати говоря, у нас в Марту придумали новый способ проводить голосование. Знаете, загрываешь глаза, показываешь пальцы, в кого попал, тот и главный. Ну, а если не нравится, можно с открытыми глазами попадать. А вы что с успехами проедете? Я очень не хочу вас взглянуть, пожалуйста, кто-нибудь закройте. Окно закройте, ну дует, холодно. Дует? Вам? А из русских школ вам тоже дует, что вы все время закрыть хотите? А почему здесь спинки не опускаются? Что здесь здесь комфортно? Эдгар, здесь вам не Талинское горсобрание, чтобы перед вами спинки опускались. Хватит спорить. Давайте лучше, не знаю, пил посмотрим какой-нибудь. А какой? Ликвидация? Нет. Тупой и еще тупее. Та-дам! Муниципаль, полиция и пароль, да и пилотит. Тьфу... О, Стальнухин, а откуда у вас право на проезд? Вы же из Нарвы. А я уже пару лет как усовесара прописан. Господин Антин, пожалуйста, ваш билет. А здесь общественный транспорт бесплатный. Так это же для Талинцов бесплатный. А вы из Тарту? А для консомольцев со стажем проезд не бесплатный? Так давно уже не бесплатный. Все, ваш штраф 40 евро. Друзья, друзья, дайте в дом. Что происходит? Что здесь? Все, дальше не едем. Резина лопнула. Как не едем? Что значит не едем? Что значит резина лопнула? Ой, я на дом, мне ванну многодетной матери объяснять, что значит резина лопнула. Ну лопнула. Вот вообще паниковать. Сейчас водитель выйдет, конесо поменяет. А где, кстати, водитель-то, а? Да там и нет никого. Так и живем. Куда едем, не знаем. Вы за дорогу один понесли. Ну, если что, я могу порубить. Нет! Только не с веса. Нет. Следующая остановка. Остановка выплат по вторую пенсионную ступень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова